Всем привет! Мы возвращаемся на митап и у нас осталась заключительная часть. Это дискуссия, которая называется челлендж open source или в принципе, что происходит, как разобраться с тем, что происходит в open source и если ты хочешь начать, то что делать. Со мной уже знакомые вам докладчики и плюс добавился еще Костя Лебедев. Костя, расскажи пару слов о том, чем ты занимаешься в плане open source. На самом деле я тут был такой маленьким исключением, я немножко выгорел от open source, поэтому последние три года делал такие маленькие, очень нишевые проекты. А до этого у меня есть большая библиотека, которая родилась из шутки, она с артейбл и там не миллиарды скачек, а где-то там миллион скачек в неделю и там 26 тысяч звезд на гитхабе. И вот такими проектами я занимался. Там файлапи, пилот для вебаусена библиотеки и тому подобное. Да, и большинство из них родились как именно внутри компании решения, а не просто как хобби. Спасибо, Костя. И я, наверное, единственный из этой прекрасной компании, у кого нет ни одного open source проекта. Я занимался немножко другими вещами, я занимался, будучи в Майкрософте, я занимался open source евангелизмом внутри Майкрософта, и поэтому внутренние корпоративные комьюнити open source и мотивация разработчиков, это все моя история. Немножко организационного момента, коллеги. У нас дискуссия, так скажем, с определенной темой, поэтому мы вас просим ваши вопросы задавать в чате. Эти вопросы поступят мне на мой мега-айпад, и я верну ваши вопросы в дискуссию. Ну, а давайте теперь, наверное, вот по очереди, Саш, начиная с тебя, вот давай подобьем немножко все, что мы услышали сегодня, да, в принципе, вот open source. Какие челленджи сегодня у open source? Что-то меняется, что-то улучшается, что-то ухудшается. В каком мире мы живем? На самом деле, действительно, не очень понятно, с чего начинать, и не очень понятно, какую, скажем так, ожидать реакцию на то, что ты делаешь. Это в целом касается не только, наверное, open source. Вот давайте, знаете, какой приведем пример другой. Вот представьте, что вы хотите научиться кататься на скейтборде. Ну, что вы делаете? Покупаете, значит, скейтборд, приходите на площадку, вот. Ну, все видят, что вы ничего не умеете, там, подходят, говорят, вот, давай мы тебя научим, короче, вот ногу надо ставить так, толкаться надо так, да ладно, типа не расстраивайся, не у всех получается, ну и прочее, начинают тебя подбадривать. Что происходит в айтишном мире? Ты такой старался, ты такой три месяца, там, писал какую-нибудь игру, значит, пиксели там двигал, перекладывал, писал какие-то алгоритмы, у тебя человечек бегает, монетки съедает. Ты показываешь это лучшему другу, а лучший друг говорит, зайди на App Store, там, за 0,99 долларов скачаешь нормальную игрушку, что ты херней страдаешь. Вот, тут, вот, откуда-то есть в нашем мире и в айти, в частности, вот, какое-то друг к другу такое отношение, что тебе кажется, что, типа, другие где-то, где-то вот у тебя там далеко делают что-то лучше, а ты конкретный, вот, твоё окружение, если ты знаешь этого человека лично, ну, что он там сделает? Вот, поэтому, когда ты спрашиваешь, типа, превьюй меня, или вот, там, своих близких, товарищей, коллег, они к тебе почему-то, вот, не относятся так, как чуваки со скейтбордом к тебе относятся. Я не знаю, почему, это челлендж не только open source, это челлендж, в принципе, айти, как развивать, в общем, какую-то эмпатию и вообще. То есть, эмпатия в open source, это челлендж, мы сегодня его обсудим, да. Денис? Всё, такие челленджи или тенденции, вот, по поводу хуже, лучше. Я бы мог сказать, конечно, про геополитическую ситуацию, но просто на фоне всего этого всё сильно меняется. Например, как в ядро Linux отказываются принимать патчи от разработчиков российских процессоров. О том, как нормой становится на репозиториях хранить и не удалять код, распространяемый, вернее, даже не на, ну, допускай так, который просто что-то ломает у тех, у кого, не знаю, политическая позиция не соответствует, общепринято. Это негативные тенденции. По поводу позитивного. Последние всё-таки несколько лет начали появляться какие-то инициативы по поддержке индивидуального open source в том плане, что когда появился open collective и проекты подобные ему. В принципе, всё вроде как-то развивается, но, блин, на фоне, на фоне текущего кризиса ситуация подстухает, подхудшается. Но всё-таки будем надеяться на что-то лучшее в будущем. Спасибо. Кость? Я, на самом деле, затрону такую другую немножко тему, связанную с open source, когда люди выходят. Сейчас, на самом деле, рынок решений перенасыщен. Есть библиотеки на любой цвет и вкус, они решают примерно одинаковые проблемы, но они, допустим, устаревают, некоторые не поддерживаются. Вы такие смотрите, думаете, сейчас я изменю что-то и сделаю. Я напишу код, и его кто-то возьмёт. Нет, его никто не возьмёт. Вам нужен бренд, вам нужен комьюнити, нам нужно с ним работать, логотип нарисовать, в конце концов, потому что все-все библиотеки, которые вы используете, имеют легко узнаваемый бренд. И об этом очень редко задумываются, на самом деле, хотя это сейчас уже становится половиной успеха. Спасибо. У нас выработался некий такой консенсус по поводу челленджей, что есть челленджи, но есть и позитивные моменты. И я вот здесь хотел бы Костину мысль немножко развить в сторону перенасыщения проектов, потому что я как архитектор, у меня есть, постоянно приходят вопросы. Вот сейчас всё больше и больше, вот последние пять лет всё больше и больше опенсорса используют компании. Дальше происходит решение взять опенсорс или купить. Последние двадцать лет, наверное, это продолжается некий выбор такой компромиссов. И учитывая последние пару лет о том, что опенсорс показал, обнажились, так скажем, проблемы с безопасностью, с ревьюерством, и в том числе о том, что вы сказали, комьюнити, да, я прихожу к клиенту и говорю, при выборе смотри на комьюнити, да, есть ли комьюнити у проекта, живое оно, общаются эти люди, да, если нет, то типа не надо. Я правильно говорю? Скажите мне, вот как, что такое комьюнити в жизни опенсорс проекта и как с ним работать? Саша, это даже к тебе в том числе вопрос, потому что ты сказал про то, что где-то помогут, а где-то нет, да, и это про комьюнити. Как вот вы относитесь к комьюнити, как авторы проектов, как вы работаете с ним? На самом деле с комьюнити достаточно интересная история в том плане, что вот конкретно у нас проект, он очень, типа, когнитивно очень сложный. То есть сделать pull request туда правильно, это очень сложно, это надо нифига себе быть в теме. Вот. И бывает такое, что делают, скажем так, какой-то pull request, ну ты в принципе, вот как на уроке литературе понимаешь, что хотел сказать автор, но делать это просто надо по-другому. И правильное, что тебе надо сделать, это вот закрыть pull request и сделать то же самое, только по-нормальному. Но это вроде как обидит человека, и вроде как ты его инвестит, и ты его не закрываешь и не делаешь, и вот не очень понятно, я до сих пор не понял, что с такими вещами, короче, делать. Но подработать с комьюнити не только, понятное дело, подразумевается это. Все-таки надо пытаться держать какие-то каналы связи с разработчиками в первую очередь. То есть если у человека, который пытается там установить твой продукт, скомпилировать, не работает, а это примерно всегда, и он, во-первых, должен где-то понять, где это можно спросить, а во-вторых, желательно получить на это ответ. Вот с последним не всегда получается. Но понятное дело, что если над продуктом работает большая команда, то есть, ну, должны быть люди, которые отвечают. И в принципе это плюс-минус показывает жизнь и какую-то активность, что если ты видишь, что кто-то что-то спрашивает и ему отвечают, ну, значит, в принципе можно на что-то рассчитывать и можно туда вписываться, хотя бы пытаться что-то пробовать. А если ты видишь, что есть несколько вопросов и никто ничего не ответил, ну, наверное, что-то идет не так. В первую очередь это все-таки, не буду произносить слово эмпатия в более общем смысле, но вот какая-то обратная связь от разработчиков и связь с ними туда и обратно, короче. Как ее наладить? Вот я так понимаю, что ты про комьюнити менеджера, что должен быть человек, ну, потому что, честно, сколько я не встречался с разработчиками и сам разработчик у меня, так скажем, не всегда есть время на то, чтобы пообщаться. Да, я пишу код, колка, доширак, и нужно находить, да, как-то вот этот компромисс. Это, коллеги, вам тоже вопрос, мы просто расширяем, вы можете забирать слово. Денис, да? Я вообще к изначальному вопросу вернусь, потому что здесь три совершенно разных, друг другу даже не особо близких вопроса. Первое, что считать, не знаю, мертвым проектом. У проекта может отсутствовать комьюнити, но может быть активный ментейнер, который устраняет все проблемы. Может быть наоборот, быть комьюнити, а ментейнер может забить на этот проект. В данном случае проект живой, у которого ментейнер все, что нужно, поддерживает. То есть это не комьюнити в первую очередь. Вот такой пример приведу. Блин, я не помню ни никнейм, ни имя разработчика. В команде из лента был чувак-японец. Два года назад просто перестал куда-то что-то комить. Я вообще не знаю, хорошо ли с ним все, нет. Однако он поддерживал огромное количество плагинов для ES-линта и кучу различного инструментария, вроде npm, run, null и подобных утилит. Так вот, да, часть утилит фортнули успешно поддерживают. Однако другие, почти все, пытались фортнуть, какие-то изменения вносят, однако эти изменения не синхронизируются. В итоге это куча мертвых проектов, хотя комьюнити изначального проекта живое. То есть в данном случае живой проект или нет, это вопрос ментейнера. Далее, как работать с комьюнити? Ну, в первую очередь нужно, ладно, комьюнити и контрибьюторы тогда уже. Комьюнити может быть просто, что этот проект использует, оно может быть огромное, и при этом они ничего в проект не контрибьютят, и, соответственно, для качества OpenSoft проекта это нехорошо. В этом случае у CoreJS все достаточно плохо, потому что контрибьюторов у проекта достаточно мало, потому что довольно высокий порог входа. Объясняю почему. У многих проектов вроде Бабеля человек подает ишью, что с этим ишью делать. Если это довольно простой ишью, того, кто подал, часто спрашивают, не желаете ли вы это исправить сами, сделать pull request. Да, это рабочая практика, но часто, скажем так, компетенции этого человека не хватает. Часто потом такие ишью помечают как help wanted, при том, что монтейнер этого проекта может это ишью исправить за буквально несколько минут, бывают подобные ишью висят месяцами. Соответственно, это понижает качество самого проекта, однако привлекает новых монтейнеров в проект. Собственно, вот такой проект. А именно по поводу привлечения тех же самых контрибьюторов. Главное все-таки, как по мне, хорошо разъяснить, что, да как делается обычно банально файлики contribution. Банально, как что-то внести новый в проект. Комьюнити. Тут действительно нужен комьюнити менеджер, который будет и блок вести и прочее, прочее, прочее. На это нужно время, на это нужны силы и ресурсы. Да, я абсолютно согласен с этим. Проект будет мертвым, если даже в него будут прислать пыл-реквесты. Особенно как раз, когда мы сказали, что обидеть человека. Я прекрасно это понимаю. Ты говоришь, тут не тот код стайл. А на самом деле это моя ошибка уже, как монтейнера проекта, что я не организовал никакого общего правила, не написал, как подготовить наш реквест, не добавил линтеров, что-то еще и тому подобное. То есть это вещи как бы нам сейчас кажется, на самом деле, что они должны быть. В нашем всех проектах есть вроде бы, но когда ты начинаешь, особенно если опыт сорс растет стихийно, ты сделал это для себя на самом деле, и потом нашлось какие-то люди, которые используют их все больше и больше, они тебе пишут и пишут, то в какой-то момент на самом деле можно даже делать паузу. Не отвечаешь день никому, потому что, возможно, они сами разберутся еще. И да, я не вижу ничего плохого. Я так всегда делал предложить, прислать мержи квеста. То есть только в нормальной форме обговорить и все, потому что твое время тоже не резина, особенно когда ты не фуллтаймом занимаешься проектом. Но всегда должны быть обозначены правила в проекте. Это снимает большую головную боль, и любой холивар, почему-то табы используешь. Даже такие мелочи убирает. Коллеги, все высказались. Прекрасно. Я здесь продолжу, чуть раз подраскрою эту тему. Первое, с чего надо начать, наверное, осознать правила какие-то. И правила это хорошо. А дальше как понять, кто должен решать? Есть очень популярный термин, я его забыл, к сожалению, в open source мире. Это что-то в стиле главный по всему. И вот этот человек, он обычно овнер проекта, главмейнтейнер, он имеет право вето на любые вопросы. И у этого что-то там, не помню, как это красивый термин называется. Вот где здесь, и это причем популярный, кажется, бабель такой, да? То есть у него есть главмейнтейнер, который разрешает или нет? Сейчас уже нет, там, в принципе, долгая история. Сейчас команда разработчиков. Именно такого, чтобы право вето сейчас кто-то использовал, нет, да? Когда бабель начинался, это был 625, бабель начинал получать Себастин Маккензи, который, в принципе, да, сделал хороший проект, но после того, как получил предложение о работе в Фейсбуке, передал проект другим людям. Ну а как вы думаете, это правильно? Потому что на самом деле хочется, если вот это ж мое детище, да, я разрабатываю. И ладно, я сделал рабочую группу, но вот это про работе с комьюнити, да, вот я сделал рабочую группу, комитет, но я все равно хочу решать, вот как понять, где грань может быть, как вы делаете? Модель управления подобными сообществами, подобными проектами, она разная. Бывает действительно демократия, бывает авторитарное управление. И все зависит от каждого конкретного случая, нет универсального правильного ответа. Ну если тот же проект растет, то обычно его разбивают на подмодули, за которые отвечают другие люди. Есть только сверху человек, который ядро держит, у него есть достаточно хорошее видение, но туда, будет все по-разному, зависит уже от конкретного человека, будет ли он тут технократию устраивать и фашизм, технофашизм конкретный. Саш, ты сидишь и улыбаешься, тебе есть что сказать, да, наверное? Ну у нас примерно как у всех, я просто, если вот, типа, как считаю нужным. Ну то есть, я думаю, что вот конкретно у меня в этом плане достаточно искаженное видение, потому что все-таки, ну история создания КПХП и развития немножко отличается от других, потому что, ну, в нашем проекте так сложилось, что я лучше всех разбираюсь там во всех его частях. Но в целом, скорее всего, нужно пытаться устраивать так, чтобы вот этого единоличного мнения не было, потому что когда некому, скажем так, не с кем тебе поспорить, в конечном счете это выливается в то, что это может привести куда-то не туда. С одной стороны, это хорошо, когда есть человек, который может сказать правильно или неправильно, а с другой стороны, это плохо, когда нет другого человека, который может сказать ему, насколько это правильно. Я с этим не полностью согласен, да, если вот таким образом вода управления работает, это хорошо, но когда несколько человек, и каждый из них имеет право вето, в данном случае, просто блокируя что-то от остальных, и, соответственно, остальные его мнения не принимают, это всегда ведет к смерти проекта. Вот хороший пример из того, о чем я сегодня говорил, это Compatable, потому что обычно, когда проект изначально управляется одним человеком, к нему кто-то присоединяется, человек уходит из авторитарного какого-то подобного проекта, становится проектом, у которого куча людей с равноправными голосами, и которые ничего согласовать не могут. Вот, их же не должна быть куча, когда куча, это плохо, ну вот даже если там… Даже два-три человека, я говорю, я с этим сталкивался слишком часто. Я с этим пока не сталкивался, то есть я примерно знаю, что бас-фактор равно единичке, это плохо, вот, но, возможно, бас-фактор равно двойке, это хуже. Просто если три начальника, нужен мета-начальник, как известно по закону, да, а потом, когда станет много мета-начальников, нужен мега-начальник. Да нет, скорее, это не про начальство речь. В любом случае, должен быть человек, об которого ты хочешь обстучать какие-то идеи. Он не обязательно контрибьютит в проект, он не обязательно там мейнтейнет или, более того, говорит тебе, что делать. Но с кем можно повалидировать какие-то вот идеи, над которыми ты сам точно не знаешь, правильно или неправильно. Абсолютно согласен. Я могу привести, люблю рассказать эту историю, у меня в Сортейбл это просто белоктечка, которая типа сортируешь список, перетаскиваешь туда-сюда. У меня человек стоит ищет, я делал крестики-нолики, я говорю, зачем ты делаешь крестики-нолики, мне непонятно. Это не работает. Мы с ним разбирали, разбирали долго этот случай, там даже какой-то Merge Quest прислал, мы смотрели. На самом деле просто, пусть мне это не нужно было совершенно, мне не нужно было даже смотреть его код, разбираться с ним, принимать этот Merge Quest, но, найдя эти узкие места, мы просто усовершенствуем в библиотеку. Да, это долгий процесс и нужны люди, которые будут со мной приходить, тебе говорят, вот у меня есть кейс, который ты не закладывал, давай пробуем его решить. Это двигает со мной разработку вперед. То есть люди, с которыми поспорят, они так нужны, но бывают очень странные люди. Когда библиотека файл API, которая занимается загрузкой файла, люди тебя спрашивают, а куда файлы грузятся? Ты говоришь, да, сервер. А где этот сервер? Ладно, я тебе через неделю отвечу, потому что уже сил нету. Супер, супер. У нас поступил довольно любопытный вопрос из онлайна. Я думаю, что я его немножко трансформирую, потому что это реально классный вопрос. Смотрите, вопрос ответственности в open source, он возникает не из-за того, что что-то такое, знаете, внезапное произошло. Но вот компании все больше и больше используют open source, и он выходит за пределы разработчиков, которые понимают, как open source работает. И поэтому сейчас я знаю о двух, как минимум, тенденциях, когда компании, я не буду говорить корпорации, компания, да, компания, потому что это же корпорациями не ограничено нисколько. Компании, начиная использовать open source, они, например, пишут план по безопасности open source. И понятное дело, что если это не open source проект, который бэкается другой компанией, да, с которой можно, там, я не знаю, какие-то юридические вещи, то единственное, что есть у open source проекта, это лицензия. Плюс-минус юридически такая значимая. И вот к open source проекту, это лично у меня знакомый есть, который open source мейнтейнет, мы с ним как-то разговаривали, он сказал, ко мне пришли из НАСА, прислали по почте вот такой опросник по поводу того, как у меня в компании процессы выстроены, потому что они хотят мою библиотечку взять, вот такую вот библиотечку. И он говорит, я не хочу быть за это ответственным, да, я не хочу это заполнять, потому что это делает из меня некую такую, может быть, как это сказать, новую сущность, да, но я вот просто для себя это делаю, а вы из меня пытаетесь сделать нечто, нечто такое, что-то иное. Вот где здесь в open source, вот сейчас вот у нас как раз представители, да, open source и компании, из компании open source, где вот эта история? Ну понятно, наверное, Саша, к тебе, наверное, не приходили, да, другие компании, а может быть и приходили. Ну вот, Денис, вот, например, к тебе приходили, к тебе, вот что ты чувствуешь, когда к тебе приходят такие? Заполните 30 вопросов, и мы хотим использовать ваш в продакшене. Ситуация с именно, в данном случае, именно этим опросником, политиками безопасности, государственными, американскими. В принципе, сейчас довольно часто смотрю в различных постах, блогерами обсасывается в Твиттере, сколько раз видел. Ладно, не суть важна, но, в принципе, что есть open source по самой популярной лицензии МИД? Что лицензия МИД представляет? Это копи-лефт, это отказ в данном случае от ответственности, то есть вы в любом случае не имеете мне права ничего предъявлять. Соответственно, ну, если вы чего-то хотите, ну, с какой стати? Ну, покупайте коммерческую лицензию, она вам это дело обеспечит. Можете даже ее, в принципе, и у меня купить. Это уже будет просто двойное лицензирование продукта. А так, в принципе, ну, да, конечно, кто-то с какими-то вопросами обращался. Если это без какой-либо претензии, как в данном, описываем случае, почему не ответить? Я, может, с другой стороны, как потребитель open source, скажу, ну, точнее, потребитель open source из большой компании, которая выбирает open source решение, то, ну, это идет через отдел безопасности. То есть, если это прямо какие-нибудь там, там, тоже, когда мы в ВВСН делали, то не все подряд можно брать. Звездочки тут уже не решают. Тут будет решать, как в отдел безопасности более компетентные люди. И я ожидаю, что если я выложил уже под МИТом что-то, то кто-то будет тоже с той стороны анализировать, потому что я-то уже отказался, используйте, копируйте. Это был фан-проект. Ну, безопасность кода и, скажем так, ответственность разработчика – это немного разные вещи. Да, безопасность кода, конечно, подобное дело безопасности должны обеспечивать какими-нибудь сканерами, все это дело прогонять. А вот, скажем так, добиваться гарантии – это уже совершенно другой вопрос. К бесплатному открытому программному обеспечению как-то он иметь отношение не должен. Я, конечно, считаю, что те люди и те компании, которым действительно важна безопасность и какие-то гарантии, они скорее не будут пользоваться open-source в принципе. Они должны полностью понимать, как оно работает. Если ты пишешь, я не знаю, корабельный софт для авианосца, ну, ты будешь писать все с нуля. Если ты пишешь там что-то для авиации, тебе нужны совершенно другие гарантии, совершенно другой код. И степень ответственности у тебя как у разработчика другая. Это твои проблемы, конечно, если ты, я не знаю, на корабельный софт поставил там кубернетис, и там запускаешь у себя в Атлантике, что-то там в контейнерах у тебя крутится, а потом, ой, что-то не работает, абстракция протекла. Если ты подходишь со всей ответственностью, ты не будешь использовать open-source. Либо если ты его будешь, то не будешь использовать в виде того, что это черный ящик, только полностью понимая, как это написано, но чаще всего просто нет. А в данном случае я не соглашусь. Ты же сам говорил, что когда человек пишет open-source, он понимает ответственность, что другие люди это увидят. Поэтому в большинстве случаев опубликованный как открытый код качественнее, чем закрытый, но именно в случае чего предъявлять претензии разработчику, это уже другой вопрос. То есть, как по мне, все-таки достаточно безопасно использовать открытый исходный код, потому что разработчики закрытого кода могут такое наворотить. Так нет, я имею в виду, что ты не используешь чей-то закрытый код, тем более, а ты пишешь свой. Даже самому писать просто, скажем так, не всегда можно достойное качество своих разработчиков. А тогда зачем ты пишешь оборудование на авианосец, если ты не можешь написать для него качественный код? У нас так разработка поработает, я это регулярно встречаю. Мне кажется, мы очень высоко, да? Я у себя в голове немножко другой софт имел в виду, чем софт для авианосца. Но мне нравится, что вы поднимаете так потихонечку. Костя, что думаешь на эту тему? Тяжело ответить. Это тяжело, да. Это на самом деле, да, действительно очень тяжело, потому что, когда я с этим человеком говорил, у него скорее было вот в ту сторону, Денис, про то, что ты говорил, почему не ответить, но с другой стороны он мне сказал, написали так, что не хочется отвечать. И это, наверное, важно, да, что для многих вот open source, не знаю, проект, это некие какие-то там непонятно кто, да, и в принципе с ними общаться можно как непонятно с кем. Но это, разумеется, неправильно и нужно в эту сторону копать. А вот у нас недавно кубернетесовская конфа здесь была же на этой же сцене. И вот ты вспомнил про кубера, я вспомнил про один из самых популярных вопросов. Как вы думаете, какой один из самых популярных был по куберу? Это сразу скажу. Если вы не слышали, вы, скорее всего, не ответите. Нет? Когда кубер сертифицирует повстеку, вау, ну как бы, да, это интересная история, она локализует open source проекты на какие-то внутренние инициативы, и на самом деле, как мне кажется, это позитивно даже может быть, да, потому что больше внимания к тому, что мы используем. Не просто взял, заюзал и все, а как-то еще проверяешь. Ну ладно, это отлично. Я посмотрю, у нас есть ли еще вопросы. Так, как развить свой open source проект? Как развить свой open source проект, коллеги? Давайте мы резко, мы не пишем сейчас, да, для авианосца, но давайте, давайте, а почему бы нет, на самом деле. Какой вопрос? А что значит развить? Да, давай поясним это слово. То есть количество коммитов нарастить, контрибьюторов, типа чего? Или сделать популярным. Да, если звездочек, типа, на майне. А что такое контрибьюшн? Да, я несколько лет назад задумался об этом, и у меня коллега была, она гофер-квин. Эшли Макнамара, такая девушка очень интересная, она гошкой занималась, гофером и так далее, и она вот начала рисовать вот этих маскотов. И просто там какие-то миллионные звезды у этого дела, то есть и это контрибьюшн, да? То есть вот что такое контрибьюшн? Как вот мне, не знаю, для себя зафиксировать, что я законтрибьютил? Контрибьюшн – это что угодно, любой вклад. Это может быть и код, это могут быть спонсирования деньги, это может быть просто issue с обозначением какой-то проблемы, баг, предложение. Это может быть просто какой-то отзыв, просто сказать, чувак, все отлично, это уже хоть какой-то контрибьюшн. Не знаю, я тут наоборот придерживаюсь какого-то другого мнения, что, ну вот, я, допустим, терпеть не могу какие-нибудь pull-реквесты, которые, я не знаю, fix documentation, какую-то опечатку мне исправили в документации. Ну вот я на нее смотрю, ну типа, ну и что? Ну это какое-никакое улучшение. Ну, просто оно не имеет логического конца, понимаешь? То есть, вот сегодня исправили, завтра исправили, послезавтра, каждый день по опечатке. А может быть, это за один раз надо тысячи исправить? Ну то есть, вот, нет у него логического конца, это не может никогда закончиться, поэтому я даже не понимаю, что это все равно делать с такими pull-реквестами. Человек почитал твою документацию, ты старался, а он почитал. Ну вот рядом висит коммит, вот какой-то висит коммит прям значимый, большой, не знаю, на сто тысяч значимых изменений таких клевых, и fix documentation просто на один символ. С точки зрения коммитов они равнозначны, но это нельзя считать равнозначным. Так коммит это совсем не показатель, потому что действительно есть важные contribution, а есть просто символические. Вот именно исправление подобной щепятки это да. Просто нечто символическое. Ну это contribution как... Ну опять же, люди заходят, когда смотрят, как вообще проект живет. Ну, конечно же, многие выбирают тупо по звездам. Вот звездочек много, возьму его, и не идут, не смотрят в проекте. Что там с pull-реквестами происходит? Что там в коде вообще написано? Даже не смотрят. Ну, open-source сегодня работает, все полайкали. А ведь надо посмотреть, как люди работают с Ишью. Отвечают они на них вообще? Как они их решают? Вот они говорят, такие, нас много, точнее, вас много, я один, и все, закрывают. Задачу, или типа help-hunt это и ставят, и бесконечность уходит. Межреквесты могут так же закрываться, типа у тебя тут не код стайли в моем. И все, на этом разговор закончен. И даже люди не пытаются там помочь, объяснить, как войти вообще в pull-реквест. Ну, если эти изменения, это исключительные изменения стиля, то почему нет? Ну, в принципе, вопрос-то важный поднят, именно насколько активно живое сообщество у проекта, и насколько это сообщество помогает. В том числе сообщество, как ментейнеры, контрибьюторы, так и просто пользователи. Звездочки на расчет – это статьи, логотипы рисовать себе, сделать пейджесы красивые, найти друга дизайнера, он всегда найдется, потому что мы-то плохо умеем рисовать все. И будет нормально. Пояснение очень вовремя пришло, когда мы уже ответили. И коллега сказал, что про популярность звездочек и говорил. То есть как побольше звездочек сделать. Ну, это, кстати, интересно, да? Насколько я знаю, в больших компаниях, даже больше, чем в ВК, чем наша, там на это смотрят. Так как бы, да, вот даже при приеме на работу, и вот это все. И это, наверное, следующий вопрос, который я хотел бы. Иногда хочется показать это при собеседовании, например. Как вы думаете, хорошая идея брать сотрудника, исходя из того, что он делает, например, какой-то невероятный проект? Почему я задаю этот вопрос? Потому что это все-таки не всегда… Ну, иногда это культура другая немножко, разработки и так далее. Вот как вы думаете? На самом деле это такой философский вопрос, поэтому… Я не знаю, сейчас подуспокоилось, мне кажется, лет пять назад у HR-ов, особенно зарубежных, у них, я не помню, как называлась у них система, где прямо резюме подсасывается и показывает, где его активности. Какие у него проекты, сколько звездочек, все это аккумулировалось, и они прямо так выбирают топ, и если ты там, считай, у тебя гитхаб где-нибудь подсвечивает, то тебе каждый день начинают писать. Но вот сейчас так уже не происходит, это к лучшему, потому что реально проекты разные. И то, что у человека там столько звездочек есть, что-то еще, это не говорит ничего о том, как он будет работать над реальным проектом. Возможно, он не работает над реальным проектом, он работает в open source чисто. Это совершенно другой опыт. Так, первое, по поводу нарастить количество звездочек. Звездочки наращивают в первую очередь именно social media. Пожалуйста, несколько неинтересных сообщений в твиттере, несколько постов и звездочки как-то попробуют, потому что я видел такую херню с огромным количеством накрученных звездочек просто после пары постов. Это первое. Второе, да, количество подписчиков, количество звездочек у пользователя имеет значение, но это далеко не ключевой показатель, потому что о человеке и по ним судить нельзя. Да, о некой его популярности в некоторых кругах судить можно, но это все. О качестве его кода и прочем судят по-другому. На самом деле, даже по гитхабу видно, что у него как раз много лет назад было на главной странице, на главной была секция Explorer, и там они, библиотеки, которые идут в тренде, может, сейчас она еще осталась, я не помню, уже не смотрел давно, и они эти библиотеки подсвечивали, и ты как только туда попадаешь, все, у тебя звездочек начинает валить бесконечно. А чтобы попасть туда, это банально на хаббер было, надо было написать статью, и все, ты попер. Ну, это история еще сродни тому, помнишь, известная достаточно, то, что разработчика Homebrew не взяли на работу в Google, когда ему сказали, ну, нет, конечно, все наши сотрудники пользуются Homebrew, но, чувак, ты не можешь развернуть бинарное деливание, листочки тут, как бы, что тут разговаривает с тобой. Нет правильного, на самом деле, ответа на этот вопрос. Ну, это то же самое, что можно ли там судить по оценкам, да, хороший или плохой. Ты пишешь проект в ради количества звездочек, или не ради этого. Есть нишевые, очень полезные, очень нишевые проекты, которыми пользуются, ну, вот, опять-таки, многие, только в конкретной узкой какой-то области. У них просто не будет количества звездочек большого, потому что зачем? Потому что другим это просто не нужно. Это же не значит, что проект ненужный или мертвый, или хуже, чем, я не знаю, тот же самый Homebrew. Просто это слишком, ну, такой показатель, по которому нельзя дело сделать, примерно, никакой вывод. Точнее, можно сделать любой, просто нельзя сказать, что он правильный. Ну, еще такой момент, что все равно это дает плюс кандидату, если вы говорите с точки зрения кандидата, что ты можешь посмотреть, что он делает реально. Посмотреть его код. Не то, что столько звездочек, а что он делал, чем он может поделиться с тобой, показать, и сказать, вот, это я сделал, круто, смотри. А не то, что у меня NDNA здесь, NDNA тут, и ничего не можешь показать в итоге. Опять-таки, вот, что он делает? Если у него куча коммитов fixed documentation, это значит, что он делает, или это не значит? Ну, вот приведу пример, к примеру. Он разоставлен человек уже. Я когда сделал вот этот вот NoCC, который распределенный компилятор, выложил просто один коммит, на самом деле. И просто один коммит, типа, год. Не было никакого второго, просто один. Это что значит, что проект мертвый? Нет, он живее всех живых, он крутится у нас там полностью, все это дело собирает, пропускает все мегабайты. Просто он написан так, что там маленькая область ответственности, и больше в нем ничего не нужно. Обычно попытки добавить в проект какую-то, типа, чисто для того, чтобы добавить, чтобы, ой, давай это поддержим, давай это, убивают, как только теряется расфокус. А обычно фокус держится именно в рамках чего-то очень маленького и очень логичного. Поэтому я наоборот, точно так же, как разработчики любят удалять код, я люблю, когда коммиты не мержатся. Вот, как будто это всеивает хаос. Ну, по поводу этого, начнем. Ты до этого в прошлый раз сказал про количество звездочек. Ну, сколько сейчас у КПХП звездочек? И, предположим, какая-нибудь статейка, ее в СМГ по рисованию, не знаю, квадратиков, с, предположим, семидесякими тысячами звездочек, потому что это просто какая-то статейка, выложенная в формате гидкайп-репозитория. Однако получила десятки тысяч звездочек какая-нибудь. И сколько у КПХП, просто для сравнения. Просто в данном случае нужно анализировать именно сам контент и его качество. Вот точно то же самое количество коммитов. Просто можно смотреть коммиты, можно смотреть количество измененных строк. И ни то, ни то не показать. Потому что, например, может быть в сумме изменена одна строчка кода, но это, например, как у меня в проекте CompatTable, просто версии обновляются, и, соответственно, данные изменяются. Соответственно, это реально требует каких-то серьезных проверок. И по факту это сотня коммитов, которые действительно полезную информацию добавляли, однако в итоге изменена одна строчка кода. И может быть действительно вот та самая ситуация, где просто орфографические ошибки по одному коммиту выкладываются, причем в разных пул-реквестах. То есть это все абсолютно не маркеры. Просто каким-то образом это не оценить. Нужно все смотреть в комплексе. Ну вот коллега нам предлагает в чате, может быть стоит реформировать систему звездочек, раз у нас, собственно, мейн-трейнеры не очень довольны, так скажем. А на что? Я лучших альтернатив не вижу пока. В конце концов можно спросить, да, а у тебя сколько звездочек, ты помнишь? Ну у меня или у CoreJS? Ну вот. У пользователей звездочек нету, но у суммарно проектов, которые я не знаю. Ну ладно, у CoreJS 22 с чем-то тысяча звездочек, по-моему. Вот опять же значимость. У меня 26 тысяч, а тут 27 тысяч, а у меня маленькая библиотечка, которая занимается перетаскиванием. Так что нельзя оценить звездочек, но зато скачиваний. А по поводу оценки качества проекта, в последние пару месяцев я очень, блин, большое количество дискуссий вел по поводу этого, потому что действительно есть проекты, которые пытаются создать какую-то модель поддержки открытого исходного кода, благодаря именно пожертвованиям компании, что это дело вносит. Соответственно, для этого нужна какая-то модель оценки качества проектов, и пользователи, что это дело вносят. Например, у кого-нибудь Тайдлифта имеется своя модель оценки, которая, по-моему, берется из либрии Сайю, плюс какие-то свои маркеры. То есть оценивается все. Дата последнего коммита, количество контрибьюторов в проекты, т.д. и т.п. В общем, десятки маркеров. Имеются проекты, которые просто по количеству загрузок пытаются что-то подсчитать, но это абсолютно не показатели. Имеются проекты, которые анализируют дерево зависимости того, кто какие-то финансовые средства выделяет на open source, благодаря этому все разделяется. Однако ни одна из этих моделей не является идеальной. И, в принципе, любую из них, во-первых, можно обмануть, во-вторых, она просто недостаточно качественная, чтобы хоть как-то о чем-то судить. Вот вы там проблемы, а тут какие-то звезды на GitHub. Ну что сейчас есть? Ну а что лучше можно сделать? Я ничего не вижу пока. Да, для подобных проектов, что каким-то образом, не знаю, средства между разработчиками open source могут распределять, да, нужно искать какую-то модель, но это не звезды на GitHub, это другое. Принято. Я думаю, вполне полноценно ответили. Так, я не уверен, что это вопрос прям open source, но давайте попробуем на него ответить. Стоит ли бояться слишком частых релизов? Это много багов исправляют, больше фич добавляют или как? Ну вот, не знаю, давайте порассуждаем, например, с позиции клиента, да, или с позиции пользователя. Вот я прихожу, и там миллион коммитов, да, вот значит ли это что-то? У меня есть свое мнение по поводу этого. Нужно знать меру. Релизы, новых релизов бояться не нужно, но не нужно бояться новых минорных и патч-релизов, потому что симвер, симвер, сейчас такой симвер, вот в той же самой JavaScript инфраструктуре имеются кинт-лог файлы, которые просто это дело фиксируют, и вот новые возможности просто не будут там доступны. А имеются просто дерево зависимости. Предположим, основной проект у вас использует какую-нибудь первую версию зависимости, плагины тоже используют первую версию зависимости. Соответственно, всем, если новую мажорную версию публиковать, нужно будет обновить это до второй версии, чтобы они с этим нормально могли работать. И с этим проблема. Вот именно по этой самой причине у Core GS2 сейчас 25% скачиваний, потому что многие, кто хотел бы перейти на Core GS3, просто не могут это сделать из-за того, что их зависимости каким-то образом зависят от предыдущих. А они зависят от предыдущих, потому что их зависимости, в том числе, и конечные пользователи зависят так же от этих же самых версий. Поэтому с новыми мажорными увлекаться не стоит. Но и как бы все равно breaking changes иногда делать нужно. Ну вот, а минорные патчи, да, вот с чем с чем, а с выходом новых минорных и патчей тормозить не стоит. Нужно выпускать, если что-то… Ну, у нас сейчас забывают то, что особенно в вопенсорсе, что надо делать ELC-версии стабильные, которые будут поддерживаться и жить долго. Ну и когда счетчик патч-версии как бы зашкаливает уже, то тут надо подумать, а точно ли проект нужен тебе. Сомнительное утверждение, потому что патч-версии именно идут к улучшению. А если этих самых патч-версий нету… Нет, если я вижу, если он каждый день появляется патч-вечи, то, скорее всего, с продуктом что-то не так, если в нем столько проблем находится. Если это огромный проект, то это нормально. Тогда он даже живет в нулевой версии. Чем, в принципе, open-source проект отличается от не open-source проекта, а от какого-нибудь продукта? Какая там версия хрома, кстати? 125-я или 115-я или 78-я? Я вот сейчас не знаю. И что-то меня это не волнует. Они не ломают обратную совместимость. Поэтому, если ты не ломаешь обратную совместимость, то как ты версии не называй, в любом случае, клиенты… Ты когда в качестве клиента фиксируешь версию, ты зафиксировал, что они там понарелизили, тебя уже не волнует. А если ты обновляешься, то на самом деле у тебя на практике может сломаться все на любой версии, на любой, даже на минорной. Версии хрома к всем веру, в принципе, отношения мало имеют, потому что, ну, хотя бы вспомнить именование V8, как в свое время от 3 что-то там уже перешли на 4 просто для галочки. А почему бы новые версии не публиковать? И точно то же самое с новыми версиями хрома. Однако, дело в том, что хром-то обеспечивает обратную совместимость часто, но не всегда. Бывали вот отдельные случаи, вот проблема с айфреймами в прошлом году всплывала. В общем, всякое бывает. Просто хром – это не симвер, во-первых. Во-вторых, это проект, который часто, в смысле, не так уж часто используется, как зависимость. То есть, да, если это средство тестирования, и, да, при обновлении он, бывает, периодически что-то ломает. Спасибо. Мы переходим от серьезных к очень серьезным темам. Пока мы не ушли от темы симверов и версионированности, у нас вопрос, что лучше – симвер или версионированность по году и месяцу? Ну, мне кажется, это серьезный вопрос такой. Ну, как по мне, симвер. С симвером можно хотя бы работать на программном уровне и понимать, что происходит. А дата тебе не даст ничего, кроме даты. Надо идти в чинжлог смотреть, который у open-source проектов многих нет. Вот как совместимость версии именно по дате проверять без понятия мажора, минора, патча? Особенно будет весело, когда у вас будет, допустим, коржес, то есть есть вторая версия, есть третья версия, и вторую версию поддерживают, потому что она еще живая, и в ней может находиться какие-то проблемы, что-то еще. И в ней нужно сделать фикс. Это будет новая дата? Или мы в прошлое вернемся и скажем, что это версия 2? У питона спроси. Ну, вот, кстати, про версии, про частые, да, Саша, наверное, это к тебе может быть вопрос, потому что, ну, например, я использую какой-то продукт, да, вот конкретно с хромом, и я здесь немножко так это, как прям совсем юзер-юзер скажу, вот конкретно с хромом, я, или с там, с ИЕ, у меня что-то не работает. Я пишу в техподдержку, они мне говорят, пришли номер версии, номер релиза за скриншот и так далее. Я отправляю дальше, хром обновляется, и все, да, как бы техподдержка уже занята обработкой моего запроса, и как вот, где вот эта грань, вот, может быть, как вы обновляете в KPHP? Потому что у вас же тоже, наверное, такая определенная проблема есть, что у кого-то там в зависимости, там, где-то что-то там и так далее, да, и это, получается, нужно поддерживать все. Ну, это одна из проблем поддержки open-source, да, что тебе нужно думать об обратной совместимости, потому что обычно все-таки, если у тебя нет именно версионирования в плане Simvera, в любом случае, когда ты заходишь на какой-то проект, ожидается, что у него стабильный мастер хотя бы, что ты можешь взять текущий мастер, последний там релиз, и с него собраться, его использовать. И когда ты хочешь обновиться на что-то, ты не смотришь там по версиям, ты просто берешь последний мастер, потягиваешь его к себе. То есть у нас это работает примерно так. Поэтому поддержка обратной совместимости – это всегда достаточно сложно. Это касается не только, опять-таки, open-source проектов. Это касается любых, начиная от сетевых протоколов и заканчивая от того, что ты просто там выкладываешь какой-то бэкэнд на сервер, отдаешь статику клиенту, потому что могут быть накаты, откаты, и могут быть рассинхрон версии. Все равно у всех одновременно все не обновится. И в любом случае тебе надо какое-то количество времени жить со старыми версиями, тебе надо какое-то количество времени жить с тем, что у кого-то там будут приходить запросы по старому протоколу. Точно так же и при разработке. Ченжлоги не читает практически никто. Обычно все рассчитывают, что обновиться на последнюю версию, и все заработает. На самом деле это неправда. Ченжлоги люди читают и любят. Смотрят, что именно в версии. Потому что даже ты можешь оперировать, когда ты приходишь, говорят, что у меня тут не работает. Потому что сказать обновим мастер – это тоже не всегда подходит. Нет, особенно проекты разные бывают. Ченжлоги читают все-таки только проценты, а не подавляющее большинство. Нет, нет, ни в коем случае. Но люди, которые ищут ответ, мы их можем просто сказать, вот в этой версии, вот здесь мы исправили, вот даже коммит там подшит. Обычно ченжлоги читают точно так же, когда инструкции, когда ты что-то сломал. Вот, кстати, про ченжлоги. Я недавно смотрел, ну, давно смотрел доклад. Западный, кажется, в Амстердаме был. Доклад рассуждения. Типа, можно ли написать классный, прикольный ченжлог? Так, чтобы это не было фичей, а было неким сторитейлингом, что ли. Вот как вы думаете, это уже совсем от лукавого, или у этого есть жизнь? Ну, почему? Сейчас у некоторых проектов смотришь, именно ченжлоги оформлены достаточно качественно, то есть к каждому изменению демонстрация, что это меняет, в принципе, детальное описание. Да, это сложно делать. Я сомневаюсь, что я это начну делать, потому что это слишком много ресурсов времени отнимет. Но это действительно прикольно читать. Тут так же, как с коммитами. Обычно в обычных проектах, в обычной жизни у нас коммиты состоят из месседжа, а там же есть description, можно оформить все по-честному в коммите, и потом коммит это станет релизом. Но так делают очень мало. Это реальный ресурс, особенно когда ты делаешь свой open source для себя, и у тебя есть какой-то community, чтобы еще вот так все оформлять. Ну, не знаю, тут много людей с фронтенда, то если посмотреть у больших реакторов, ангуляров, как у них выглядят ченжлог-релизы, там большие новости с breaking changes, что где изменилось, какой пулл-реквест повлиял на что. Это отдельная работа, это сравнить с написанием документации, которая тоже писать искусство. А тут все зависит исключительно от автора. То есть если тебе самому неприятно смотреть на свои там ченжлоги, на документации и прочее, точнее, если их так ведешь, что тебе пофиг, ну, окей. Если тебя самого гложет вот внутри, что, блин, я не могу допустить такого, чтобы здесь было все как-то криво-косо, чтобы не было ченжлогов, ну, это просто не потому, что так надо, а потому что ты сам себе не можешь позволить другого. К fixed documentation это не относится. Я, конечно, себя скажу, потому что для себя в один момент, когда начинает вот бурный рост комьюнити происходит, ты не успеваешь всем просто физически отвечать. У тебя есть своя работа, ты на нее ходишь, работаешь, а сбоку тебе пять тикетов в неделю еще прилетает, надо тоже на них отвечать. И вот документация и ченжлог снимают часть работы с тебя, потому что даже когда ты не отвечаешь, люди могут посмотреть, что происходит в документации, если она есть вообще. По поводу ченжлогов еще такую вещь скажу. Я терпеть не могу, не перевариваю, когда ченжлог — это просто список и описание коммитов, потому что, насколько бы они описывающими ни были, все равно разобраться в них достаточно сложно. Поэтому ченжлог должен представлять собой именно описание изменений, а не просто этот самый список коммитов. Созначно написан уже при релизе. Потому что один коммит может потом что-то сделанное в другом менять, так что в любом случае они… Вопрос, наверное, даже опять же к эмпатии немножко, что мы для кого пишем это все дело. Ну вот у меня, почему я огорчен этим фактом, потому что у меня есть девайс определенный умный, хорошая фирма, и последние три или четыре апдейта там прилетели ко мне, и там везде написано «исправлена системная стабильность». Вот весь ченжлог. Бамп-вершин. Да, пофиксены кое-какие баги. Тоже очень популярный вопрос. Но, коллеги, нам нужно закругляться потихонечку, наверное. И вот здесь у нас пришел от студентов, зрителей нашей встречи супер вопрос, как мне кажется. Ну вот вы, как уже взрослые дяди, да? Я бы сказал, дядьки уже, да? Посмотрели все, уже повспоминали, как сколкой, да? Разрабатывали, там у кого-то слеза навернулась, у меня конкретно. Ну вот на пути к развитию в IT мы часто обращаемся к большому количеству информации в интернете, и в том числе опенсорсу. Так вот, стоит ли нам развиваться, основываясь на опыте опенсорс-разработчиков, или опенсорс – это призвание? Можно ли считать небольшие проекты, которые мы выкладываем во время своего обучения опенсорсом? Ну и учиться на них, соответственно. Вот такой вот вопрос. Начну с конца. Если этот самый проект какую-то задачу решает, и решает достаточно качественно, да? В любом случае, код, выложенный куда-то, это опенсорс. Вот только насколько он качественный. Далее. Сообщество развиваться по пути разработчиков. Поймите, что опенсорс-комьюнити очень токсичная такая среда. Так что если все по этому пути будет развиваться, половина народа крышей поедет, потому что слишком много народа из опенсорса ушло, потому что просто выгорали от общения с людьми. Да, здесь согласен. Но одно дело, ты код просто на гитхабе там где-то выкладываешься, а именно когда ты хочешь, делаешь опенсорс по-настоящему, если ты хочешь его сделать, то ты должен что-то написать, ты как-то должен промоутить. Вот тогда уже будет опенсорс. Но и нужно быть сразу же готовым, что как только это выползнет код, будет больше ста человек уже этим пользоваться, они будут приходить в тебя. И чем проще вещи, тем больше в тебя войдут. И даже есть такой минус, что чем лучше документацию и понятие тебе напишешь, тем больше люди, которые не будут разбираться, не будут пытаться понять, что сделать, они просто прикрутят, оно как-то работает, они столкнут свои проблемы, возможно, оно где-нибудь даже описано, просто нужно подумать, но они уже не будут думать, они придут к тебе. И вот это как раз начинается выгорание уже тебя, потому что ты захлебываешься. Даже если люди, будет достаточно большое уже комьюнити, у тебя выше будут помогать, отвечать, но не всегда. Губу, чтобы тегать будут тебя. Всегда. Ну давай я на него отвечу чуть более философски, вот чтобы не было там всяких выгораний и прочего. Если ты считаешь, что ты это делаешь для кого-то, то не стоит. А если ты считаешь, что ты это делаешь только для себя, ну тогда welcome. Вот тут и получается момент токсичности, потому что ты делаешь для себя, ты говоришь такую вводьбу, стоп, а тебе говорят, нет, не стоп, а ну-ка, ну-ка, подожди, здесь неправильно, я хочу по-другому. Давайте я немножко философский мотив Саши продолжу, потому что, в общем-то, токсичность известна. Токсичность, она везде есть, в принципе, и с ней просто нужно работать. И я думаю, что open source, ну, однозначно не самая история плохая в этом смысле. Мне кажется, что здесь вопрос, может быть, повернуть в ту сторону, что не надо принимать это близко к сердцу. Если что-то произошло, пока ты контрибьютил, пока ты, нужно просто проанализировать, что происходит в комьюнити, да, получить какую-то информацию, поспрашивать. И вот это, как мне кажется, очень серьёзная такая ступенька в обучении самого себя, как вообще себя в профессиональном плане развивать. Так, я недавно видел, кстати, такую историю, две истории видел. Первая, ребята, студенты тоже на самом деле, какие-то из какого-то университета, не помню из какого, они собрались и написали блокпост. Я не знаю, что там дальше происходило, что им показалось, что архитектурные паттерны, они не отражают новые веяния. То есть их когда-то кто-то, что-то там умный суперчеловек, исследователь написал, и всё, вот они выбиты в цементе, в бетоне. И давайте попробуем заопенсорсить вот архитектурные паттерны и попробуем вот контрибьютить в них. Мне кажется, это такая интересная, как минимум, идея. А второе, это учебники детской литературы. Внезапно тоже, да, опенсорс. Начали опенсорсить, начали рисунки вкладывать. То есть мы уже выходим здесь за пределы, так скажем, даже разработки. Хотя разработчики тоже есть, что поделать, учитывая то, что есть опенсорсные инструменты для того, чтобы рисовать красивые игры, да, по мотивам каких-то сценариев. Но на этом я хотел бы мне уже в iPad, я не уверен, это кто из аудитории или из администрации написал, что, Саша, пора закругляться. Надеюсь, это не аудитория, коллеги. Спасибо вам большое за сегодняшний вечер. Спасибо вам большое, уважаемая оффлайн и онлайн аудитория. Мы еще здесь. Можно потерзать наших докладчиков вопросами. Главное, не похищайте их, чтобы мы могли их проводить дальше домой. Спасибо. Хорошего вечера. Всем спасибо.